Всем привет, ребят! Недавно столкнулся с проблемой газлифта. Сижу, значит, на своем игровом офисном кресле, и оно не держит высоту, то есть встывается вниз. Это означает, что проблема именно с газлифтом, он не держит вашу нужную высоту кресла. Самая проблема в том, что газлифт запихнут между двумя достаточно сложными частями, и он сложно оттуда выбивается, то есть если не менять только начинку, а весь газлифт, то это достаточно сложная штука. Но разобрались, показываем. Что вам понадобится? Вам понадобится молоток, либо его аналог, ребятки. Вам понадобится ВДшечка, вот такая вот ВДшечка, и понадобится какая-нибудь плоская штука, по которой бить с одной стороны, и она будет выбивать в другую. Плоская, не знаю, сантиметр, наверное, 3. Вот, ее сторона. У меня это напильник. Думаю, что много у кого дома это все найдется. Если нет, то в ближайшем строительном магазине точно. Сам газлифт, как бы его купить можно на Ozone, Wildberries, Play.ru и все остальное, там офисные все штуки, стоит он 500-1900 рублей, зависит от того, какой будет класс газлифта, сколько он вам нужно, килограмм держать. Ну, у меня 140 килограмм, по-моему, четвертый класс. Вот, ну, собственно, как выглядит сама конструкция, когда вы ее отбили от кресла, да, понятно, тут 4 болта, вы их выкручиваете отсюда, и она у вас снимается. И газлифт, это вот то, что посередине, вот эта штука. Ее надо отсюда вытащить и отсюда вытащить. Но так как вы на этой конструкции сидите, вы его сильно приплюснули здесь и здесь. Как это делается? Собственно, если у вас нет, у меня был, но сейчас нет, тиски, если их нет, вы просто можете, собственно, вот, ну, примерно так, либо, там, попросить кого-то. Нам сейчас надо вот эту штуку отсюда, как бы, ее убрать. Я рекомендую вдвоем, но если один, то, вот, держим эту штуку, берем молотокчик, а, да, предварительно, конечно же, смазав вот это вот вокруг все, ВДшечка, у меня просто уже смазано, я уже это все делал, у меня сейчас все это легко выпихиваться будет, у вас это будет все посложнее, Но суть в том, что долбите, не волнуйтесь, ничего не сломаете. Вот, соответственно, вот как-то так это выглядит. Сейчас я вам покажу. Оп, так, отсюда мы это вынесли. То есть, первая самая непроблемная часть решена. Вот, собственно, мы из этой штуки вынесли это все дело. Далее посложнее штука. Сейчас объясню, в чем сложность. Теперь вам надо, вот, если там видно, вот, вот, куда я бил, вот туда бить, чтобы вытащить этот шток. Здесь очень сильно притирает, ну, в смысле, вот вы сидите на этой штуке, она сильно тут закислится, может, еще что-то. Самое простецкое, да, конечно же, это тиски зажать, тиски вот тут и начать бить. Ну, либо с двух сторон тиски зажать и бить. У меня попроще была ситуация, наверняка у вас есть две табуретки, два стула, соответственно, берем два табуреточки, вот так вот ставим эту конструкцию на табуреточки. И с помощью нашего напильничка берем и бьем по вот этому кругу. Давайте еще раз попробуем, чтобы вы понимали, куда надо бить. Вот, по-моему, там должно видно быть. Вот белая штучка и первая же железяка после вот этой белой штучки по ней бьем, чтобы выбить его отсюда. Итак, берем и бьем по этой штучке. У вас это будет чуть-чуть посложнее, ребят, так как я уже это выбил. Вот, соответственно, чтобы вы понимали, куда надо бить, да, по краю вот этой вот рядом с белой штучкой, чтобы она выбилась. Все, газлифт заменен. Есть еще способ замены без, соответственно, инструментов. Вы вот эту штуку снизу газлифта откручиваете, вы отсюда ее убираете и вставляете из нового вот эту штуку сюда, если полностью подходит к этому газлифту. Вот, то есть надо купить такое же. В этом вся сложность. Вот и все, ребят. Надеюсь на лайк, подписочку, комментарий. Буду отвечать, если у кого-то что-то не получилось. То есть мои контакты там ВК, Телеграм будут в описании, если нужна будет помощь. Думаю, что эта вещь актуальна такая же, как и электронно-цифровая подпись. Кстати, скоро выйдет новое видео по электронно-цифровой подписи, ребят. Вот такой вот гайд жизненный. Всем спасибо, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok